Между Черноморским побережьем Краснодарского края и живописными Кавказскими горами, уютно расположился красавец Ашот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А у нас на канале частные объявления. Эротический клуб Унорика приглашает посмотреть Унорика. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сочинскому ТЮЗу на роль сеньора Помидора требуется человек с высоким артериальным давлением. АПЛОДИСМЕНТЫ А у нас на канале криминальная хроника. Восемь человек арестовано и двое задержано в результате десять. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире программа «Как это было». Итак, «Союзмультфильм» 1976 год. Озвучивание мультфильма «Ну погоди». Шестой выпуск. Так, приготовились. Тишина. Микрофон. Поехали. А, стоп, 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 стоп. Нормально. Так сойдет. Дальше будем писать уже с солистом. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы солист? Нет, я Мамедов. Всем лучше. Я думаю, вы понимаете, товарищ Мамедов, какая ответственность ложится на... Нас. Правильно, на вас. Предстоит озвучить серьезный кусочек серьезного мультфильма. Помните, когда там волк с зайчиком, лисичкой и барсачком садятся в самолете... Что вы мне как маленького объясняете? Объясните нормальными словами. Ну, грубо говоря, волк в поисках зайчатины вынужден экстремально проводить время в кругу мало знакомых с животным. АПЛОДИСМЕНТЫ Приготовились? Я готов. Начали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СЕЛЯРИ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Стоп! СТОП! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дословно, это не работает. Не работает. То есть фактически, понимаете, Мамедов, Джуджа находится в состоянии джеляри. А волк об этом не знает. И вот идет по этому. Джуджа. Джуджа. Истерика у животного. Потом идет удар. И снова джуджа. Подождите, если волк ударяется о крышу, как он второй раз раскрывает парашют? Как это как? Состояние аффекта. Состояние аффекта. Ты знаете, у меня вот соседа локомотивом сбило на полном ходу. Ватч. В бетонную опору. Так он в состоянии аффекта еще жил лет сорок. И дальше что там? С соседом? Нет, с волком. А, ну с волком дальше все просто. После удара он очнулся, и его начинает избивать животное, которое и морально, и физически гораздо слабее его. Петух. По сути, да. Я готов. Внимательно. Приготовились. Продолжение следует... У меня начинает складываться впечатление, что вы не понимаете, о чём поёте. Джудя, что значит? Парашют. Молчите, Мамедов. А можно мы пойдём перекурим и начнём запись заново? А вы что, не курили, что ли? Нет, ещё. А я думаю, ещё не получается. Идёмте, Мамедов. А мы напоминаем, что спонсор нашей программы – сеть сочинских аптек 37,2. И ещё одно объявление. Натуральное изделие из кожи с голубыми глазами ждёт вас в номере 22 – гостиницы «Магнолия». Сочинский зал органной музыки приглашает вас поспать полтора часа в прохладном помещении. А у нас прямое включение сочинского отделения канала «Культура». И в 1986 году они переезжают в Ленинград. Он молодой офицер, она актриса местного театра. Дела у них идут хорошо, но не так хорошо, как хотелось бы. Он постоянно на работе, она в театре, и отношения заходят в тупик. Но однажды он возвращается с работы и говорит, «Малая, не бойся, всё будет нормально». Вот и подошла к концу наша ведущая. И в заключении репортаж из сочинского пансионата «Энергия», где проходит прощальный летний вечер. «Мариночка, сегодня последний вечер, и я наконец-то хотел признаться вам во всём». Зачем, Дима? Я видела, что вы мерили мой купальник. Да нет, Марина, я не об этом. Я ради вас готов на всё. Да, знаете, я буду качаться. У меня на животе будут вот такие замечательные рельефные кубики. Зачем, Дмитрий? У вас замечательный шар. Марина, сегодня последний вечер я бы хотел вас пригласить в ресторан. Вино, фрукты, экзотические анекдоты про Чапаева. Давайте пойдём. А как же Митя? Митя? Ребёнок нашей любви не помеха, Марина. Давайте, пусть Митя тоже пойдёт. Марина! Марина, поедемте с нами за границу! На Украину! Кавказец! Сыном! Нам не помеха, Марина! И вы знаете, Марина, мы хотели именно сегодня вам признаться в том, что... Ребята, я знаю, что это вы подговорили Митю мерить купальник. Сразу нет? Марина, я интеллигентный человек старой закалки. Я не могу угнаться за этими молодыми нагловатыми ухажёрами. Я вам сразу признаюсь, вы прекрасны. Отложите меня сто долларов, а я приеду домой и сразу вам позвоню. Ребята, я остаюсь здесь, в Сочи. Почему? Потому что у меня здесь появился друг. Марина, ты что, его любишь? Нет. Ну а почему тогда остаёшься? Потому что карточный долг! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это дело чести. Марина Георгиевна, прошу. Старинная игра Ещё идёт А в жизни, как в игре И зрители, и судьи Когда ты юным был Она тебя спала Звоня тебе во все колокола Я рад, что я могу В неё играть Я рад, что я могу Я рада, что ты можешь Мы рады, что судьба Нас вместе собрала Судьбу свою с игрой объединить Жизнь невозможно повернуть назад СССР уже не восстановить Играют старики Играют ветвора Пускай живёт Старинная игра Старинная игра Ещё живёт Старинная игра Пускай живёт